Всех приветствую! В этом выпуске вы узнаете о самых больших скоплениях животных, а также о том, что с ними делают. Змеи. Неважно, идет ли речь о ядовитых змеях или нет, в любом случае люди со всего мира стараются избегать контакта с ними. Змеи мало того, что неприятно выглядят, так еще и довольно агрессивны. О последствиях их укусов я вообще молчу. Зачастую все доходит до летального исхода за какой-то ничтожно маленький промежуток времени. Кроме всего прочего, змей довольно много буквально в каждой стране. Различается лишь степень их агрессии и опасности. Не волнуйтесь, я не клоню к тому, что нам стоит находиться дома и не выбираться на улицу. Совсем нет. Я спешу рассказать вам, как борются с таким огромным количеством ядовитых змей. Оказывается, их яд используют в изготовлении множества обезболивающих, противоядий и даже лекарств, которые вообще не связаны с укусами. Например, на основе змеиного яда люди изготавливают вещества для лечения болезней сердца и сосудов. Токсины ползучих обладают кардиопротекторными эффектами, то есть способны устранять дисфункцию сердечной мышцы, а также эффективно снижать повышенное давление. Проще говоря, их есть где применять. Остается лишь собирать яд. Вот только делать это совсем не так просто, как вы могли себе представить. Во-первых, яд извлекается из живой змеи. Ее либо отлавливают из дикой природы, либо достают из уже подготовленного вольера, где она росла. Затем люди прижимают голову ползучей специальным пластиковым диском и подставляют стакан. Змея злится, ей все это не нравится, и от всех сопутствующих факторов она быстро выпускает яд. Любопытный факт. Змея не кусает стакан. Она не настолько глупа. Она в первую очередь видит человека и понимает, что это он ее держит. А потому как только перед ее зубами что-то появляется, она кусает это, думая, что это человек. Как вы понимаете, собирать яд довольно опасно, потому что присутствие человека и прямой контакт со змеей здесь обязателен. Впрочем, люди соблюдают все правила безопасности, и несчастных случаев почти не случается. Эксперты собирают токсин в чашу и отправляют его на заморозку. После этого яд леофилизуют, то есть сушат. Все это необходимо для того, чтобы яд хранился дольше, а его опасные вещества остались нетронутыми и неповрежденными. Жаль, конечно, что нельзя просто так взять и попросить условную кобру плюнуть хорошую такую порцию яда. Все было бы гораздо проще. Хотя, почему это нельзя? Еще как можно! Особенно, если речь идет о плюющейся кобре. В мире есть ползучие, которые буквально стреляют ядом, причем делают это все не абы как, а вполне себе точно. Данные змеи обитают в Африке и в Азии и не выделяются слишком большими габаритами. Тем не менее, живется им от этого совсем не трудно. Они сперва стреляют во врага, а уже потом задают вопросы. Причем количество отравы, которое устремится в оппонента, зависит от конкретного вида плюющихся кобр. Некоторые стреляют принципиальными плевками, а другие распыляют ядовитую взвесь, чтобы враг не подошел к змее близко. Принцип же их стрельбы подобен водяному пистолету. Обычные ядовитые змеи доставляют токсин в ткани жертвы при помощи клыков, внутри которых находятся канальцы, связанные с ядовитыми железами. Плюющиеся кобры модифицировали эту систему. Каналы расширены, а ядовитые железы окружены крепкими мышцами. Змея их сокращает, и содержимое само выстреливает наружу. Хищница остается лишь грамотно направлять струю и ждать, пока эффект от нее подействует. А вот кто ждать явно не собирается, так это правительство Индии, которому надоело, что на их территории властвует банда обезьян. Вы ни за что не догадаетесь, как люди решили эту проблему. Нет, они не подружились с приматами и даже не завезли на территорию животных, которые сократили бы их популяцию. Они взяли и построили настоящую обезьянью тюрьму. Дело в том, что в этой стране приматы считаются священными животными. Повсюду работают тысячи храмов обезьяноподобного божества, героя индийского эпоса Ханумана, где люди кормят обезьян в надежде заручиться поддержкой этого бога. И все было бы хорошо, если бы обезьяны сами не были такими резвыми и агрессивными. Порой они нападают на людей, кусают их и портят имущество. Отмечены случаи, когда обезьяны нарушали работу правительственных органов. Однажды они ворвались в штаб-квартиру индийских ВВС, где прыгали по подоконникам и катались на лифтах. О более ужасных историях я вам не рассказываю, но поверьте, они тоже есть. Так вот, именно поэтому люди все-таки додумались построить для них тюрьму. Это вроде как и животных не особо трогает, и общественности помогает. Возвели же ее в 1996 году. Чтобы поймать агрессивного примата, люди использовали ловушки. Альтернативный вариант – стреляли в них транквилизаторами. Досрочное или условное освобождение в этой тюрьме не предусмотрены. Если примата посчитали слишком опасным и агрессивным, он будет жить здесь. Мне кажется, что это отличная возможность навести хоть какой-то порядок. А то я смотрел эти ролики в интернете с агрессивными обезьянами и, если честно, терял дар речи. Настолько там царит хаос. А как бы вы предложили бороться с таким количеством обезьян, учитывая законы страны? Напишите в комментариях. Ну а мы пойдем дальше и заценим добычу жемчуга, которой занимаются на одном из побережий Тихого океана. Если бы вы хоть раз там оказались, вы бы, несомненно, задались вопросом. А с какой стати тут так много моллюсков и что с ними всеми делают? Оказывается, применение им нашли уже давно, причем очень даже прибыльное. Люди вроде семьи из нашего видео организовывают полноценные фермы по культивации морского жемчуга. Получают же его из конкретных моллюсков, которые в среднем живут около 10 лет и успевают за этот срок произвести 2-3 урожая. После периода культивации раковины либо отпускают в океан, либо используют их перламутр для производства ядер, в народном творчестве, дизайне украшений или в интерьере. Важно знать, что раковины могут быть как мужскими, так и женскими особями, и к каждой из них нужен индивидуальный подход. Дело в том, что культивация происходит в органе женской раковины, но без помощи мужского органа у нее ничего не получится. Сперва люди берут в руки самца и обрезают черный край его губы. Именно эта штука и будет внедряться в самку. Губу нарезают на множество частей, что позволяет использовать ее многократно. Как только она окажется внутри женского организма, моллюска опустят под воду и дадут ему время настояться. Через некоторое время он даст тот самый жемчуг, за которым все так охотятся. Единственный минус заключается в том, что далеко не все раковины активны и здоровы для последующей культивации, поэтому многие из них сразу после извлечения первой жемчужины отбраковываются. Фотография от подписчика. Вы все правильно поняли. Пришло время немного перевести дух и посмотреть на фото от подписчика, которым со мной поделились совсем недавно. Человек прислал мне своего нового кота и попросил нас с вами придумать для него подходящее имя. Если у вас появятся идеи, обязательно делитесь ими в комментариях. Если что, это девочка. Ласточкины гнезда. Так называется деликатеса, о котором у нас сейчас пойдет речь. И да, забегая наперед, он и есть та самая причина, по которой гнезда этих пернатых пропадают по всему миру. Тут вы наверняка подумаете, что я имел в виду ласточек. Название же соответствующее, да? А вот и нет. Ласточкины гнезда создаются пещерными стрижами или же саланганами. Эти птицы населяют юго-восточную Азию и острова Океании. Гнездятся на отвесных скалах, но чаще в пещерах на побережье. Как вы понимаете, все это места не самые благоприятные, и добывать ласточкины гнезда в них крайне опасно. Именно поэтому люди начали придумывать свои способы того, как этих птиц можно заманить поближе к цивилизации. Но прежде чем мы о них поговорим, давайте я вам расскажу, что это за штука вообще такая. Итак, по сути, это гнезда некоторых видов саланганов, стоимость которых может доходить до 2300 долларов за килограмм. Нет, они не были придуманы как еда в этом или прошлом веке. Начало их употребления датируется еще 600-ми годами нашей эры. На сегодняшний день главными потребителями птичьих гнезд являются Китай, Тайвань, Сингапур и Северная Америка. Из них, как правило, варят очень тягучий суп, консистенция которого больше напоминает кисель. Готовится это чудо на водяной бане, и со слов тех, кто пробовал, это очень вкусно. Данное блюдо в основном состоит из белка, которого здесь под 70%. Все остальное уходит на углеводы. А еще эти гнезда содержат очень много незаменимых аминокислот и являются источниками кальция и магния. Предлагаю обсудить последний, но не менее важный момент по этой теме. Места, куда всех саланганов привозят. Надо же знать куда и каким образом они пропадают из дикого мира, верно? В этих помещениях нет окон. Там царит полная тьма и поддерживается постоянная температура около 27-29 градусов. Важно, чтобы там была высокая влажность. Для привлечения птиц используется звуковая аппаратура с различными музыкальными треками. Одни из них предназначены для привлечения стрижей в дом, а другие для создания уютной атмосферы внутри. Кроме того, динамики расставлены и на дальних подступах к дому, чтобы намекнуть птицам, в какую сторону им нужно двигаться. В таких условиях они мастерят свои гнезда прямо как на потолке. В среднем из 100-110 сырых гнезд получается примерно 1 килограмм сырья. Если о Саланганах и их гнездах многие из нас могли не знать, это вполне нормально, то вот не слышать об овцах буквально невозможно. Но знали ли вы, какая страна имеет лидирующую позицию по добыче их шерсти? Это Новая Зеландия. Овец там просто тьма, и людям постоянно нужно придумывать новый способ борьбы с ними. Естественно, что никто не хочет убивать этих чудесных созданий. Как минимум, потому что из них можно получать довольно ценную шерсть. Впрочем, никаких подводных камней здесь нет. Люди из Новой Зеландии на самом деле борются с огромным количеством овец путем создания новых ферм по добыче их шерсти. Одно такое производство хвастается показателем в виде стрижки 25 тысяч овец за 10 дней. Интересно, а какая была доходность у этого предприятия? Копи Лувак. Эти два слова вам о чем-нибудь говорят? Нет, это не какой-то там кривой перевод. Это вполне известная и очень дорогая разновидность кофе, которая производится путем выкармливания и дефекации кофейных зерен мусангами. Не мустангами, а именно мусангами. Милыми млекопитающими из семейства виверовых, которые живут в Южной и Юго-Восточной Азии. Но прежде чем вы поймаете себя на мысли, что вы хотите это попробовать, я задам вам еще один вопрос. Знаете ли вы, как устроена кофейная ягода? Да, кофейные зерна изначально выглядят не так, какими мы их видим в магазине. Сперва люди выращивают деревья, на которых зреют плоды. Затем их собирают и очищают от оболочек, чтобы остались лишь зерна. Потом эти зерна обжариваются, и лишь после этого мы получаем тот самый кофе, с которым каждый из нас знаком. По сути, плоды кофе съедобны, но они не приобрели такую популярность, как, например, малина или вишня, по одной простой причине – у ягод кофе отсутствует питательная ценность. Если вы раскусите этот плод, то увидите, что он состоит из одной лишь кожуры и семян. Мякоть же плотно прикреплена к семенам, и больше всего похожа на слизистую мякоть, оставленную на косточке какого-нибудь персика. Как вы понимаете, говорю я вам это все неспроста, мы, люди, не едим кофейные ягоды, однако они все равно пропадают. Почему? Да потому что их обожают трескать те самые мусанги. Животные поедают спелые плоды кофейного дерева, затем происходит их ферментация под воздействием желудочных соков. Мякоть растворяется, а кофейные зерна выходят с экскрементами. Люди собирают испражнения мусангов, тщательно промывают, сушат на солнце и продают в три дорога. Сказать, что все это происходит незаслуженно, я не могу. Ферментация со стороны зверьков забирает всю горечь продукта. А еще этот кофе обретает мягкий и неповторимый вкус. Кролики Австралии Не переживайте, этих животных никто не отлавливает и даже не разводит с целью какого-либо производства. Они сами поселились в Австралии. Люди же, в свою очередь, наоборот, хотят от них избавиться. Но вот как именно это сделать, никто не знает. В 1859 году колонисты завезли в Австралию кроликов. Но в тот момент никто и подумать не мог, что они начнут размножаться в невероятных количествах. Их удивительная плодовитость вместе с почти полным отсутствием естественных врагов создали идеальное условие для увеличения популяции. Как итог, за считанные годы Австралия лишилась многих представителей местных видов животного мира. Кроме того, кролики несут ответственность за исчезновение лесов, так как полностью уничтожают молодые побеги. Это лишь малая часть всех тех проблем, которые они доставили в прошлом и продолжают доставлять по сей день. Короче говоря, это не животные, а настоящая головная боль для фермеров. Как бы то ни было, люди пытаются исправить положение. И один из таких методов – создание великого кроличьего забора. Правда, это уже не актуально, но все же узнать об этом будет вполне интересно. Забор возводился из различных материалов, в зависимости от местного климата и наличия древесины. На него даже устанавливали колючую проволоку. Кроме того, вдоль этого ограничителя постоянно патрулировала группа смотрителей верхом на верблюдах. Задача людей состояла в том, чтобы поддерживать забор и полосы земли вдоль него в хорошем состоянии, срубать кустарники и деревья на требуемом расстоянии по обе стороны забора, а также опустошать ловушки и следить за тем, чтобы калитки, располагавшиеся через каждые 32 километра, были в полной исправности. Ага, а еще, наверное, смотрители следили за тем, чтобы ни один кролик не проскочил. Я уже представляю, как они заметили этого ушастика, соскочили с верблюда и понеслись в погоню. Естественно, ни к какому результату это не привело, и совсем скоро забор потерял свое значение. Австралия не единственное место, где люди не могут адекватно бороться с теми или иными животными. К числу таких точек относится и Нью-Йорк. Там огромное количество крыс, которые, к счастью для местных, тоже постепенно пропадают. Тем не менее, происходит это не без титанических усилий ученых, которые то и делают, что постоянно придумывают новые способы борьбы с ними. Одна из подобных новинок – это крысиный контрацептив в виде гранул. Люди разбрасывают его в местах, которые кишат крысами, и эта штука воздействует на них в качестве приманки. Гранулы нарушают функцию яичников у самок и негативно сказываются на выработке сперматозоидов у самцов. В остальном же они никак не вредят жизни крыс. Ученые считают, что такой метод является одним из наиболее гуманных и в то же время действенных. Внушающие ужас пещерные обитатели, инопланетяне и неизвестные науке монстры. Кто еще может случайно попасть в объектив камеры? Сейчас покажу. А начнем мы с вот такого загадочного существа, которое было снято где-то под землей. Если верить авторам видео, то они отправились исследовать пещеру в Норвегии, о которой ходило множество самых разных слухов. Люди надеялись, что им попадется хотя бы один силуэт призрака или хоть какой-то криповый звук, но вместо этого они получили то, что явно превзошло все их ожидания. На камеру наблюдения, установленную в одном из проходов, вышел неизвестно кто. Это чудовище выглядело просто безобразно. Оно с ног до головы было покрыто то ли мхом, то ли какими-то грязными волосами. Нос монстра был достаточно длинным, а звуки, которые он издавал во время разбега в сторону камеры, и вовсе пробирают до мурашек. Неизвестно как, но камере все-таки удалось уцелеть, и материал, как вы понимаете, дошел до нас. Сразу после этого инцидента люди собрали вещи и сбежали из этого подземного лабиринта. Ученые, любители всего паранормального и обычные исследователи, никто так и не смог сделать адекватного предположения на тему того, кто это мог быть. Туннель. Кстати, то был далеко не единственный случай, когда люди нашли что-то странное и пугающее под землей. В нашей следующей истории, например, туристы запечатлели на камеру реального призрака. Раньше мне казалось, что призрака можно заметить только под каким-то специальным устройством, взаимодействующим с радиацией и другими излучениями. Но как показывают эти кадры, его также можно и просто снять на телефон. Люди на видео, как бы странно это ни звучало, весело проводили время, исследуя заброшенные радиационные японские туннели. Они были оставлены людьми еще после Второй мировой, вот только интерес вокруг этого места ни на один год не угасал. Дело в том, что туристы постоянно ощущают там чье-то присутствие. Будто какие-то неспокойные души продолжают свое существование на Земле, но мы этого, увы, не можем заметить. Герои этого видео, как они потом рассказали, тоже ощущали, что за ними кто-то следит, и даже более того, смогли заснять чужака. Это был призрак, предположительно какого-то солдата, который наблюдал за гостями и в какой-то момент скрылся в стене. Конечно же, все попытались прибежать к тому самому месту. Вдруг это было реальное существо? Вот только там никого и ничего уже не было. А вот еще одно, последнее видео, которое было снято в пещере. На сей раз дело было в Австралии. Целая группа туристов в сопровождении гида отправилась исследовать ледяные пещеры, возраст которых превышает 100 миллионов лет. Путешествие по ним происходило в полной темноте, из-за чего в голову невольно закрадывались мысли о том, что за ними кто-то следит. Но, к сожалению, люди ничего не видели. И если поначалу это были лишь догадки и пустые ощущения, то уже через несколько минут это все подтвердилось. Люди своими собственными глазами увидели призрака, взбирающегося куда-то прямо по стене. На видео существо напоминало тощего человека. Предположение, что это мог быть тритон, лягушка или летучая мышь, сразу отметаются, так как эти существа не живут при таких низких температурах. Увы, но сделать какие-либо выводы по этой находке крайне трудно, поскольку все это происходило в кромешной темноте, а также на непонятном расстоянии от людей. Но если у вас все же есть свои версии на этот счет, пишите их в комментариях. Ну а мы пока пойдем дальше и посмотрим на довольно криповый ролик, который был снят прямо в доме. Кто сказал, что за всем самым страшным обязательно отправляться в заброшенные пещеры? Человек на видео крепко спал, как вдруг его что-то разбудило. Он подошел к окну, чтобы проверить обстановку, но по его же словам, ничего и никого там не заметил. Слегка обеспокоенный, он все же отправился спать, поскольку рядом на крайний случай стояла рабочая камера наблюдения. И только знал бы мужчина, насколько правильным решением было ее включить. Ведь стоило ему отойти от окна, как во дворе сразу же возникло яркое и непонятное свечение, которое буквально на несколько мгновений превратило ночь в день. После него было короткое затишье, а потом появилась она. Голова настоящего пришельца вылезла из-под окна, как бы заглядывая в дом. Монстру понадобилось всего несколько секунд, чтобы во всем убедиться, после чего он вновь ушел в небытие и более в кадре не появлялся. Тем более, что человек к тому моменту снова проснулся и захотел подойти к окну, но, увы, найти там он все так же никого не смог. В то время как одни люди стараются найти что-то подозрительное, сидя у себя дома, другие не боятся встречи с паранормальными явлениями и сами выходят на улицу в поисках странностей. Так группа друзей из этого видео услышала странные звуки, доносящиеся с их заднего двора. Они вооружились ярким и мощным фонариком, вышли на улицу и начали осматривать территорию. Но не прошло и пары секунд, как они нашли то, что хотели. Между двух кустов стояло неизвестное, но крошечное создание с ярко-красными глазами. Кто это был? Что ему нужно и опасен ли он? Люди так и не выяснили, поскольку монстр оперативно нырнул в ближайшую нору и более не появлялся. Единственное, что он оставил после себя, это странную красную жидкость, в которую по глупости вляпался один из друзей. Не волнуйтесь, эта масса оказалась безвредной и никто не постранил. Сейчас многие из вас по-любому могут подумать о том, что все самое странное всегда происходит только лишь ночью. Да, отчасти это так. И вы знаете, в этом нет ничего необычного. Ведь существа, которые скрыты от общих глаз, не хотят, чтобы их находили. А потому им было бы правильно активничать под покровом ночи, нежели средь бела дня. Но, к вашему счастью, в истории есть и такие монстры, которые идут против правил, вылетая в открытое небо прямо с утра. Этот демон, призрак, пришелец, называйте его как хотите. Этот неизвестный, кто взлетел в чистое и светлое небо прямо на глазах у множества людей и лишил их тем самым дара речи. Действие произошло за какие-то считанные секунды, поэтому нам очень повезло, что в том месте стояла камера наблюдения. Как вам кажется, кто это мог быть? Ролик, если что, несколько раз проверяли на предмет монтажа, и он ни разу не завалил тест. А вот что ни в какой проверке явно не нуждается, так это находка из следующего видео, поскольку мужчина не просто заснял ее на камеру и анонимно выложил в сеть, но и проинформировал о ее точном местоположении всех желающих, кто писал ему в директ. Прямо посреди льда человек обнаружил нечто напоминающее склад из яиц инопланетян. Словно пришельцы оставили своих детенышей в укромном месте и покинули нашу планету. Не знаю, насколько это правдивая версия, но никаких альтернатив на данный момент помимо нее попросту нет. Поэтому, да, вполне вероятно, что мы нашли еще не родившихся инопланетян. Что может быть круче? Эмм, наверное, я понял, что для ученых не менее полезной может быть и такая находка, когда они обнаружат настоящий инопланетный корабль и несколько живых инопланетян на нем. Это позволит не только изучить технику высшей расы, но и, возможно, поговорить с внеземными гостями. К сожалению, пока до таких успехов наука не дошла, но у нас уже есть неплохая зацепка. Летом 2023 года в Лас-Вегасе произошло падение метеорита. СМИ, общественность, никто и ничего про это не говорил, поскольку, по словам автора, падение было совершенно незаметным и случилось оно где-то средь огромного и чистого поля. Тем не менее, кадры падения метеорита попали прямо на камеру видеонаблюдения, установленную на пороге дома. Казалось, что это уже очень интересная и востребованная находка, но то, что люди выяснили далее, порвало все шаблоны. Оказалось, что с большой долей вероятности падал не метеорит, а космический корабль инопланетян. Ведь в ту же самую ночь другая камера наблюдения сняла это. Настоящее существо гуманоидного типа аккуратно передвигалось средь кустов и явно очень не хотело, чтобы его заметили. К сожалению для ученых и всех любителей паранормального, поймать монстра так и не удалось, но эти кадры уже стали доказательством существования пришельцев. Осталось проверить их на предмет монтажа на всякий случай и можно начинать экспедицию. Представьте, как перевернется наука, если люди и впрямь найдут посреди поля гигантский инопланетный корабль. Следующее видео, которое я хотел бы вам показать, было выложено в сеть путешественникам из Румынии, который гулял по своей родине и заглядывал в самые разные и криповые зоопарки страны. Вы не поверите, но за кулисами одного из них он совершенно случайно заснял реальное чудовище. Судя по его внешнему виду, с ним ужасно обращаются и не кормят, но даже если это и правда был инопланетянин, так ведь нельзя, согласны? Вот и автор видео тоже был против такого поведения. Он сразу же побежал в полицию, сообщил об увиденном и предоставил им в качестве доказательства кадры, снятые на телефон. Казалось, что успех неминуем, но как только команда прибыла к тому самому злосчастному месту, внутри они никого обнаружить уже не смогли. По всей видимости, хозяева парка вовремя поняли, к чему это шло и спрятали мутанта в укромное место. Как вы думаете, кто это мог быть и почему его прячут от общих глаз? Хотя я даже не знаю, может и стоит прятать подобных мутантов где-нибудь за решеткой? А то выйдет тебе такой навстречу прямо в лесу, и что потом делать? Человек из нашего следующего видео, например, решил перед сном прогуляться по лесу, но вместо расслабления и чистой головы, он получил заботы и переживания насчет монстра, которого повстречал. Вон, увидели его за кустами. Это же точно был не человек и не животное, но кто тогда? Жаль, что мы так и не получим ответа на этот интересующий нас вопрос. Зато мы можем посмотреть на следующие кадры и удивиться происходящему не меньше. На этом материале, полученном из какой-то лаборатории в 2020 году, поначалу ничего страшного не происходит. Человек, одетый в защитный костюм, занимается переливанием жидкости, но вдруг случается это. Одна из банок с крайне ценным материалом без чьей-либо помощи отодвигается в сторону, падает и разбивается. Человек сразу же отправляется за помощью к руководителю, объясняет ему ситуацию, но тот в это не верит. Начальник лично установил эти банки посередине стола, чтобы не было ни единого шанса их разбить. Как ни крути, поделать с этим уже ничего нельзя. Старший отчаянно машет рукой и удаляется обратно по своим делам, а подчиненный приступает к уборке разбившегося стекла. И все бы ничего, но тут, прямо на его глазах, вновь происходит что-то очень странное. Еще одна банка пододвигается ближе к краю и едва ли не падает на пол вслед за первой. Забавно, что человека не поглотили сомнения. Он постоял всего пару секунд, вернул банку в исходящее положение и продолжил уборку. Надеюсь, что после просмотренной видеозаписи люди будут лучше следить за обстановкой на их лаборатории и позовут на помощь специалистов, занимающихся поиском духов. Они здесь совершенно точно есть. Да и вообще, духи, призраки – это все такая штука, которая может встретиться не только на секретной лаборатории, но и на обычной дороге перед самым простым водителем. Мужчина, как он рассказал, ездит по этой трассе ежедневно, поскольку она является самой быстрой дорогой от работы до дома. Прежде он никогда ничего странного не замечал, но в этот раз случилось следующее. В какой-то момент водитель краем глаза заметил на обочине непонятное и светящееся существо. Оно было невысокого роста и вроде как прозрачное. Сперва мужчина не поверил своим глазам, но приехав домой и посмотрев запись с видеорегистратора, он сразу же потерял дар речи. На дороге стоял реальный призрак. Не знаю, как вы, но я бы после такого постарался поменять работу или, как минимум, выбрал бы другой маршрут домой. Предлагаю продолжить тему призраков и посмотреть на другие удивительные кадры. Двое друзей решили хорошо провести время и прогуляться до местного леса. Ночные прогулки точно не про этих ребят. Они боятся всего, что связано с ними. Поэтому гулять по лесу ночью было бы слишком опасно. Парни выбрались на природу в обед, но то, что они там увидели, превзошло все их ожидания и заставило поскорее вернуться домой. Во время фотографирования прямо позади одного из них появился довольно крупный призрак. Не заметить его было невозможно, поэтому друзья сразу же пересмотрели запись, убедились во всем лично и свалили по добру, по здоровью. Многие предыдущие ролики, которые мы с вами смотрели, могут показаться фейковыми, поскольку за ними, кроме записи, совершенно ничего не стоит. Но следующее видео, что я вам покажу, точно не из такого разряда. На нем человек запечатлел реального дьявола из Джерси. Это, если кто не знает, легендарный монстр существования, которого до сих пор находится под серьезным вопросом. Говорят, что он обитает в Пайн-Барренс, лесистой местности на юге американского штата Нью-Джерси. Легенда о существе оказала огромное влияние на американскую и мировую массовую культуру. В его честь названа даже команда, играющая в НХЛ. Что же до самого монстра, то его описывают следующим образом. Говорят, что это прямоходящий динозавр или кто-то вроде того, ростом от 1 до 2 метров, с телом покрытым черным пухом, с крыльями летучей мыши, а также с головой, похожей на лошадиную. Первая информация об этом создании доносилась еще с 18 века, но ни одно из сообщений долгое время не имело даже призрачных доказательств. Продолжалось это долго, но уже в 1909 году люди начали одинаково описывать существо. Также зоопарк Филадельфии объявил вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за поимку дьявола из Джерси. Как вы понимаете, никто до сих пор так и не смог заполучить эти деньги, хотя на видео монстра снимали не один раз. Эти кадры были сняты при дневном свете прямо посреди леса. Двое напарников исследовали уже знакомую им территорию, желая показать своим зрителям настоящего крупного медведя, что здесь обитает. В какой-то момент люди услышали странные звуки и подумали, что вот он, тот самый шанс запечатлеть Мишку. Но как только они подобрались к нему чуточку ближе, их осенило. Это был не медведь, а самый настоящий Бигфут. Легендарное существо, покрытое мехом. К счастью для охотников, монстр не стал их преследовать, и их пути разошлись. Думаю, эти кадры понравились подписчикам даже больше. А на этом все. Напишите в комментариях, верите ли вы в паранормальных существ, а также ставьте лайк и подписывайтесь.